Добрый вечер. Прошло 10 дней Нового года. Политические страсти постепенно накаляются. И я думаю о том, в какой стране будем жить в конце года. Я не политолог, не политик, я не собираюсь сделать прогнозы, я не оракул, не футуролог. Но очень хотел бы, чтобы в конце года мы не потеряли веру в себя. Я вспоминаю Слава Гёте, который говорил, что потерять имущество – это ничего не потерять. Потерять друга много потерять, потерять веру в себя, потерять всё. Вот я хотел бы, чтобы мы не потеряли веру в себя. Люди, народ неизбежно терпят время-отвременье поражения. Это нормально, это естественно. Но самое главное, что одни после поражения становятся более сильными, более зрелыми, а других поражение растаптывает. Вот этого я боюсь и поэтому с надеждой смотрю на этот год. И постараюсь как бы внушать вот этот оптимизм по вере в своих возможностях своим слушателям. Так уж получилось, что в начале года, как вообще в последнее время, в свободное время, я занимался древними реками. Вот натолкнулся на такую мысль одного из исследователей. Она очень любопытна, поэтому я хотел бы её вам прочесть. Там две цитаты, они взаимосвязаны. Одна, он говорит о Салоне. Салон – это великий реформатор греческий, о нём, может быть, придётся нам говорить отдельно. Вот исследователь пишет, что вместо того, чтобы предаваться унылым, разочарованным жалобам на человеческую судьбу и её неизбежность, Салон призывает человека к действию, исполненного чувства ответственности, и в своей политической и нравственной позиции даёт пример такого действия, оставившего для нас лучшим свидетельством непочатой жизненной силы и моральной серьёзности. А дальше он говорит фразу, что теперь, то есть вот после Салона и после греческих реформаторов, человек не только идиот, но и полит. Теперь наряду с профессиональной компетентностью ему нужна общая гражданская добродетель. И это слово «идиот» с тех пор сильно изменилось, оно обрело иные смыслы, и смысл, прежде всего, умственной слабости или умственной недостаточности. Но вот слово «полит» почему-то оно не вошло в обиход, и в том числе в русском языке не вошло в обиход, хотя это слово очень точное, оно, я думаю, более точное, чем слово «гражданин». И вот я хотел бы, чтобы... Да, я не сказал, что идиот для греков означало просто человек, не участвующий в общественной жизни. Частный человек, частный человек для греков классического периода – это был идиот. Потом это слово, как я говорил, обрело иные смыслы. Вот политом стать, я думаю, было очень важно, чтобы стали политами. Вот я нечасто комментирую тексты и статусы в Фейсбуке, но в последний раз меня как бы это натолкнуло, потому что я стал читать в связи, там, вы знаете, обсуждения в единого кандидата, того, как будет выступать оппозиция, там, форум интеллигенции. Я ещё раз говорю, моя тема не политика, не политология, моя тема, как я уже говорил, мы с вами, то, что происходит в наших головах. Если вы помните, да, я даже говорил, что главный сквозной слоган в моих выступлениях будет такой – «Измени себя, изменится мир». И вот я вот в этих комментах в Фейсбуке почувствовал, что люди как бы обвиняют других, не думая о том, кто они такие. То есть постоянно слышится, вот кто-то поступил не так-то, вот если было бы так-то, было бы так-то, и так далее, и тому подобное. Я всё время говорю, что вот когда я слышу такие слова, я чувствую, что люди считают, что они отдельно, а власть, оппозиция отдельно. Вот это разрыв между политическими силами, всё равно властными или оппозиционными, и массой населения, я не могу назвать их политой, потому что они, как раз, не политой. Вот это меня, кстати, очень сильно пугает, настораживает, и я хотел бы ещё вернуться к этому вопросу. Но тем не менее, даже здесь я хочу сказать, что мы должны понять, что мы можем не разочаровываться только тогда, когда будем участвовать. Я не призываю, хотя не исключаю, что кто-то может быть активным политически, кто-то может пойти на митинг, кто-то может протестовать, кто-то может не протестовать, но я говорю о том, что происходит в наших головах. Вот в наших головах мы должны понять, что это наша страна, что мы живём в конкретный момент истории, и что, наверное, многие из нас хотели бы, чтобы в этой стране жили наши дети и внуки, вот у меня живут уже внуки. И поэтому вот чувство хотя бы внутренней ответственности, оно очень важно. Я написал там слоган, который я говорю своим внукам, я им всегда говорю, что слушать меня обязательно, слушаться не обязательно. Поэтому важно не слушаться, а важно уметь слушать не меня, а вообще друг друга. Вот если вы знаете, то я не знаете, то я повторю, то есть процедура диалога. Она предполагает, что прежде чем ответить оппоненту, хорошо бы повторить то, что он сказал, потому что мы иногда не слушаем оппонента, а сразу говорим о себе. Я на этом как бы заканчиваю первую часть своего выступления, потому что есть очень важные слова, которые должен сказать, словно говоря, о второй части своего выступления. Если вы помните, я в прошлый раз уже говорил, что я постараюсь в своих выступлениях, скажем так, говорить о хронике текущих событий. Но хроника текущих событий, моя хроника текущих событий, она не будет повторять то, что обычно становится злобой дня на сайтах, порталах, информационных агентствах. Я хочу вернуться к человеку, которому я говорил в прошлый раз. Так уж получилось, что второй раз я говорю об этом человеке. Это Рамиз Абаталыбов. Дело в том, что в прошлом году, да, я не ошибаюсь, в прошлом месте, в прошлом году, состоялась презентация его книги, и поэтому я хочу вернуться к этой фигуре. Я должен сказать, что я учился с Рамизом Абаталыбовым в одной школе. Он был дипломатом, многие годы работал в ЮНЕСКО. Но, как сейчас выясняется, он занимался не тем, чем положено заниматься советскому дипломату. Поэтому уже в независимом Азербайджане он так и не стал послом Азербайджана во Франции. А чем он занимался? Он занимался тем, что он вступил в контакты с детьми иммигрантов, которые оказались в Париже, прежде всего с семьей Алимардан Бекотов-Чабаши. Он собирал эти архивы. И, как он сам говорит, он однажды их перевез... Ну, он перевез в Москве, он живет, перевез в Москву, в свою квартиру. Ну, представьте себе, он перевез 200 килограмм. Представляете, что такое 200 килограмм бумаг старых, пожелтевших? Представьте себе, что он привез их к тебе в квартиру. Представьте себе, что, скажем, если у вас аллергия, это просто опасно для здоровья. И действительно, его жена, естественно, стала жаловаться, и он думал, куда перенести вот этот архив. Это ведь я не просто говорю об этом архиве. Это архив, который связан с нами, с нашей историей и связан с президентскими выборами. Так вот, недавно оказалась, состоялась презентация части из этого архива. Вот эта книга... Я прочту название, чтобы точно не ошибиться. Так, она называлась «Топчебаши. Документы из личных архивов 1993-1930-го годов». Значит, презентация состоялась в доме музея Марины Цветаевой. Нашлись добрые люди, которые вот потратили свои деньги, которые сказали Рамизу Абатолыбову, что он сидит на кладе, но он сидит на кладе, не личном кладе, на нашем кладе, который мы недооцениваем. Но что я хочу сказать, и что выяснилось о презентации? Ну, я надеюсь, мои слушатели знают, кто такой Али Мардамбек, кто Чебаши. Если нет, мы когда-нибудь вернёмся к этому. Но представьте себе, что живёт, выиграется один из самых видных азербайджанцев в начале 20-го века. У него сильно болит рука, он не может печатать. Он просит одного из сыновей, чтобы они печатали. Этот сын потом заболевает не от того, что он печатал, а у него другая была болезнь. Попадает в больницу и умирает. То Чебаши продолжает работать, просит другого сына. Другой сын печатает на машинке, но потом ему надо было устроиться на работу. Они ведь жить тяжело, надо было зарабатывать деньги. И Тобачи Больши приспосабливается писать. Он пишет палочкой. Я, честно говоря, технологию не очень представляю. Я знаю со слов других, но представьте себе, он пишет палочкой вот эти свои письма, письма, там, тексты. И вот тем людям, которые готовили вот эту книгу к печати, пришлось разбираться в почерке. Один из них говорил, что иногда я не мог разобрать слово, и проходил несколько дней, и вдруг меня осенялось, что, наверное, это слово. И возвращался к контексту, находил это слово. Вот так напечатана эта книга, презентация которой была, напечатана которой в Москве, подчеркиваю, презентация которой была в прошлом месяце. К чему я всё это говорю? Неделю назад я увидел, что эта книга продаётся у нас в Баку в книжном ларьке «Парк-бульвар». Книга стоит 14 монат. Теперь вы сами подумайте после моих слов, дорого это или недорого, дёшево это или недёшево. Кто-то скажет, дорого, да, наверное, дорого. Но когда понимаешь, что за этим стоит, какая работа, то становится понятно, что они так дорого. Я не обвиняю тех людей, которые приходят в «Парк-бульвар» ни за книгой, что очень большие другие, с другими целями. Но, понимаете, я их не обвиняю, я их понимаю. Я понимаю, потому что никто им не говорил в школе, дома, в общественных местах об этой фигуре. Никто им не говорил, что была у нас такая страна, такая республика. И поэтому у книги, лежит книга наряду с другими. А вы знаете, там в основном книги развлекательного характера. Если люди подходят к полкам, они ищут другие книги, я не буду говорить о каких-то. Но вот очень важно, чтобы мы как бы знали, что вот есть такой человек, который думает о нашей истории, и были люди, о которых следует помнить. Я на этом сегодня завершаю. И хочу напомнить слова, которые я говорил в прошлый раз. историки, таком известном, старом историке, который был в прошлом году, о 96-летнем, Эрике Хосбауме, о том, что, когда он говорил о самых трагических вещах, он старался улыбаться. И я обещал, что постараюсь улыбаться и сам, получится мне или нет, но я хочу закончить тем, что давайте улыбнёмся друг к другу. И если только мы сумеем улыбнуться друг к другу, тогда и только тогда мы сможем улыбнуться саму себе, и тогда жизнь покажется не такой мрачной и трагической, какой она нам представляется. Спасибо за внимание. Продолжение следует...